Время новостей на телеканале Хабар 24 в студии Альфия Хайдарова. Доброе утро. По меньшей мере 14 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате взрывов в Йеменском городе Аден. По информации МВД страны, два заминированных автомобиля подорвались недалеко от штаб-квартиры Сил безопасности провинции. В это время шесть вооруженных боевиков пытались штурмом захватить здания. Всех их удалось ликвидировать. Ответственность за произошедшее уже взяли на себя боевики Тегилы. Известно, что среди погибших есть как военные, так и мирные жители. Напомню, вооруженный конфликт в Йемене между повстанцами-хуситами и правительственными войсками продолжается с 2014 года. Мы будем бороться до конца, чтобы победить терроризм и искоренить его полностью. Всех, кто попытается разрушить стабильность в Адене, рано или поздно ждет конец. Пхеньян готов начать переговоры с Вашингтоном. Такое заявление сделал глава делегации КНДР Ким Йен Чхоль во время визита по случаю закрытия зимних Олимпийских игр в Южной Корее. По его словам, отношения между Северной Кореей и США должны развиваться вместе с отношениями между Сеулом и Пхеньяном. Отмечается, что развитие диалога необходимо для принципиального решения проблем на корейском полуострове. Напомню, ранее администрация Соединенных Штатов ввела дополнительные санкции против КНДР. Глава Белого дома также заявила о готовности к более жестким мерам в случае, если Пхеньян не откажется от ядерных амбиций. Отмечу, уже сейчас данные санкции являются самыми мощными ограничительными мерами, которые Вашингтон принимал против иностранного государства. К слову, в Пхеньчхане прошли массовые акции протеста. Таким образом, южнокорейцы высказывают свое недовольство о присутствии делегации из КНДР на закрытие Олимпиады. Тысячи филиппинцев вышли на улицы Манила. Они недовольны решением президента Родриго Дутерти вернуть смертную казнь. Сам глава государства объясняет это попыткой борьбы с наркобизнесом. Несмотря на то, что в Конгрессе предложенный законопроект уже протестовали, активисты опасаются, что пересмотр отмены смертной казни все еще возможен. Отмечу, Дутерти известен как сторонник жесткой политики в сфере борьбы с наркобизнесом. С начала его президентства в 2016 году в стране убиты более 3000 человек, которые так или иначе замешаны в наркоторговле. Угрозы отмены до сих пор существуют. К нам продолжают поступать сообщения о внесудебных казнях. Тем более этот законопроект все еще находится в Конгрессе. У Бразилии появилась перспектива стать мировым центром ветровой энергетики. Постоянные порывы обеспечивают самый высокий в мире коэффициент мощности ветрогенераторов – 39%. Местные власти планируют к 2026 году расширить данную отрасль, увеличив мощность ветровых установок. Насколько эти шаги могут быть полезны для экономики, Бразилия узнавала Анна Орлова. Наиболее перспективным для развития ветровой энергетики может стать северо-восток Бразилии. В скором времени качать деньги из воздуха здесь будут не отели и дикие пляжи, а бризы. Именно они способны вырабатывать самое дешевое электричество в мире. В планах французских инвесторов, специализирующихся на производстве возобновляемой энергетики, построить в Серой Бранке сразу несколько ветровых электростанций. По завершению данного проекта бразильцы будут обеспечены электроэнергией по небывалу низким ценам. Цена упала очень сильно за последние годы, а ветровая энергетика стала конкретно способной в Бразилии. И действительно, это один из источников возобновляемой энергетики, которые государство активно пытается поддерживать. Сегодня Бразилия занимает лишь пятое место на мировом рынке ветровой энергетики. В то же время она остается наиболее перспективным государством в данной сфере. Постоянные ветры обеспечивают Бразилии коэффициент мощности в 39%. Это самый высокий показатель в мире. К 2026 году в планах властей усилить мощность ветровых установок. Сейчас две ветровые установки Балталия входят в пятерку наиболее эффективных в стране. Недавно компания выиграла два государственных тендера на поставку электроэнергии с пяти своих проектов. И они же предложили рекордно низкую цену за электроэнергию. Все эти цифры и факты говорят сами за себя. Инвесторы планируют вложить в строительство новых, куда более мощных ветровых установок без малого 270 миллионов долларов. И уже к 2020 году энергомельницы должны влиться в общую отраслевую семью. Второй контракт предполагает подключение объектов к декабрю 2022 года. Сегодня главный конкурент Бразилии в ветровой энергетике – это Дания. В прошлом году ветровые объекты скандинавов обеспечили почти половину электроэнергии страны. Датчане также планируют существенно улучшить показатели к 2020 году. Скажется ли это соревнование на потенциале Бразилии – покажет время. Анна Орлова, Дмитрий Лукша и Жоэль Франзони для Хабар-24 Бразилия. В Матровской области продолжаются работы по газификации отдаленных сел и аулов. Уже к концу года газом будут обеспечены 99,7% жителей региона. В настоящее время ведутся работы по укладке магистрального газопровода протяженностью 365 километров в Кормангазинском районе. После завершения работ «Голубой Товлево» получат жители 10 сел, расположенных в приграничной с Россией зоне. Идет разработка проектно-сметной документации на газоснабжение еще 13 малых населенных пунктов региона. Планируется, что проектно-сметной документации на газоснабжение 13 сел будет готова уже весной. Сразу же начнутся работы по укладке газопровода и внутрипоселковых трубопроводов. После завершения всех работ 99,7% населения Тараусской области будут обеспечены газом. В Тараусской области на побережье Каспийского моря построят учебно-оздоровительный лагерь. Отдыхать и учиться одновременно могут 500 школьников. Для них будут созданы все условия. Планируют также построить здание детского центра, кинозал, тренажерный зал, библиотеку, помещение для кружков детского творчества. В спортивной зоне можно будет играть в футбол и волейбол, большой теннис, заниматься на тренажерах. После того, как побережье Каспийского моря проложат дорогу, поблизости от лагеря появятся базы отдыха, кемпинги для взрослых. Местные бизнесмены уже проявляют интерес к развитию туристического кластера на Каспийском море. В Тараусской области проходит конкурс среди работников музеев. В Тараусской области победители получат уникальную возможность познакомиться с работой лучших музеев мира, таких как Лувр в Париже и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Но чтобы получить заветную путевку, им предстоит доказать свой профессионализм и показать, какие инновации они используют в своей ежедневной работе. Организаторы уверены, хороший экскурсовод должен соответствовать современным требованиям, владеть историей родного края и различными языками. Мы хотим выявить лучших экскурсоводов. Второе, чтобы экскурсоводы подняли свой профессиональный опыт, уровень профессионального, чтобы по приезду к себе в район уже подходили к своей работе по-новому. В Уральске прошел республиканский турнир охотников с ловчими птицами Хансонар-2018. Своих беркутов и соколов на соревнования привезли свыше 20 спортсменов. Турнир проводился на возвышенности Жильдау. Кого в этом году признали лучшим в соколиной охоте, расскажет бутагоз Базарбаева. Национальная традиция охоты с ловчими птицами сегодня активно возрождается в стране. Крылатый охотник наравне с тулпаром и степной борзой всегда был верным спутником джигита. И сегодня владельцы птиц с гордостью демонстрируют их выучку. Беркута запускают на приманку по зову хозяина. Он должен вернуться и сесть ему на руку. Следующим этапом стала ловля зайцев и лис. В Магистаусской области обитают два вида беркута – саршуда и харашегр. Я привез молодую птицу, ей нет еще года. Взял прямо из гнезда, сам воспитывал. Турнир в Уральске для меня второй. В прошлом году с другой птицей я занял третье место. Птица должна уметь ловить, знать голос хозяина, слушаться, отмечают беркучи. Причем у каждого питомца свой характер, поэтому приручить. Гордах и сильных птиц – целая наука. В состязаниях участвуют спортсмены из 10 областей. А понаблюдать за ходом турнира приехали и мастера из России. Все будет оцениваться – полет, скорость, маневренность. Беркут, наверное, если с малых лет, то год точно будет готовиться. На протяжении года серьезных охот с ним не будет. Сокола – от двух недель до двух месяцев. Призовой фонд со стороны Ассоциации национальных видов спорта и частных спонсоров местных региональных где-то насчитывает 600 тысяч лет. Это первый турнир. Конечно, это даст, наверное, толчок развитию именно в области этого вида спорта. Даже открытию, скажем, школы, может быть, отделения. Для участников и гостей турнира организовали выставки сувенирной продукции местных ремесленников, а также экскурсии по достопримечательностям края. Первое место с Беркутом Нарен завоевал спортсмен из Атырау Арман Кушкаров. Второе и третье место достало, соответственно, Беркучи из Жамбулской области, Пабажану Багдаулету и Бергенбай Тастамбеку из Кукшитау. Под руководством всемирно известного польского путешественника Яцика Полкевича весной стартует международная экспедиция «Новый Великий шелковый путь-2018». Казахстан станет частью этой экспедиции. Путешественник планирует преодолеть более 10 тысяч километров по территории семи стран – Китая, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Белоруссии и Польши. Только в нашей стране экспедиция посетит 33 уникальных туристических объекта, внесенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Подробнее в материале Аида Кадырбай. Его уютный дом в центре Варшавы напоминает музей, а его имя стало синонимом приключений. Польского путешественника Яцика Полкевича в Европе называют «человеком мира». В небольшой шлюпке он пересек Атлантику, пустыню Сахара на верблюдах, морозную Якутию на оленьих упряжках. На основе своего богатого профессионального опыта он создал первую в Европе школу выживания. В завершении своей блестящей карьеры Яцик Полкевич решается реализовать проект «Новый Великий Шелковый Путь». Проект «Великий Шелковый Путь-2018» – это приключение, самые крупные приключения в моей жизни. Скажем, финальный подход к всему тому, что было в прошлом. Хочу возрождать этот легендарный путь Марко Поло и все, что это связано, огромная тема. Мы работаем с казахтуризмом, работаем над программой. Это 12 дней на территории Казахстана. Работы много, масштабная работа. Он путешествует уже 40 лет. За это время репортер-исследователь написал 30 интересных книг. За Астаной закрепится имидж маленького Дубая. Поэтому эта экспедиция привлечет поток европейских туристов. Казахстан уверен путешественник. Если смотреть еще 10 лет в Европе, если кто-то, если я говорю в Астану, еду в Астану, Астана, а что это, где это? Сегодня уже Европа знает, где Астана и больше. Европа знает, что Казахстан – это центр Азии, это лидерство в каком-то стране, лидер в этом регионе. Город впечатляет. Я когда был после 20 лет, первый раз приехал где-то 3 года назад, 2 года назад, я когда посмотрел центр, то так смотрю, всю ночь в самолете, и так устал, и так смотрю, где я находюсь. Как-то Дубай, не Дубай, что-то такого. Но поскольку это было в ноябре минус 40 градусов, то я уже сразу понял, что не Дубай. Но все-таки что-то с атмосферой Дубая где-то там в центре столицы есть. Международная экспедиция «Новый великий шелковый путь-2018» под руководством Яцика Полкевича стартует уже весной. Путешественник планирует преодолеть более 10 тысяч километров по территории 7 стран. Отправной точкой послушает китайский Сиань, а через два месяца маршрут закончится в Варшаве. Аида Хадраба и Михаил Мищенко, Хабар-24, из Польши. На месте раскопок древнего городища Сарайшик в Атравской области создадут музей под открытым небом. Поблизости от городища будет построен современный туристический комплекс. В него войдут экспозиционно-выставочные залы, рассказывающие о городе на Великом шелковом пути. Времени правления первых казахских ханов. Здесь же будет фондохранилище для многочисленных археологических находок, обнаруженных при раскопках исторического памятника 15-16 веков. Конференц-зал на 150 человек и библиотека. Впервые в регионе создадут реставрационную мастерскую. Музей под открытым небом и туристический комплекс позволят восстановить реальную картину исторических событий прошлых веков, раскрыть роль каждого из семи ханов, которые в разные периоды правили Сарайшиком. И, конечно, привлечь туристов и просто любителей старины в это сакральное место. Представители разных национальностей, для которых казахская земля стала родным домом, в очередной раз выразили слова благодарности народу Казахстана. Встреча представителей этносов прошла накануне Дня Благодарности. Это праздник милосердия, дружбы и любви казахстанцев. Его миссия – помнить и гордиться своей историей и воспитывать у подрастающего поколения чувство толерантности. На встрече люди разных возрастов делились воспоминаниями. Зуба Абакаева родилась в Джамбулской области. В далеком 1944-м ее семью наряду с тысячами других чеченцев депортировали в Казахстан. Со слезами на глазах женщина вспоминает то трудное время. Актюбинская земля стала родной для представителей почти 90 наций и народностей. Под одной крышей работают 19 этнокультурных объединений, действуют 7 воскресных школ, где идет изучение языков. Каждый год 500 человек проходят бесплатные курсы по изучению государственного языка. Под сознанием каждого человека сидит память тех жестоких времен. Мы, чеченцы, навечно будем в долгу перед этой землей. Пусть воздастся этой земле. Пусть будет хорошо каждому казахстанцу. Пусть навечно милость Всевышняя помилует во всем, как и сейчас, как и до сих пор. Мы разные, мы равные, мы вместе. Накануне Дня Благодарности в Карганде прошел студенческий фестиваль молодежи. Его участники – представители 14 этносов. Марина Золотарева побывала на красочном представлении. Короны – национальные лакомства, поделки и украшения в этно-стиле. И, конечно же, яркие самобытные костюмы самих участников. Фантазию студентов никто не ограничивал. Главное – на небольшом пространстве создать неповторимый национальный колорит. Здесь была даже своя маленькая Шотландия. Традиционный пирог будет шотландский. Он очень вкусный. Прямо из Шотландии привезены ювелирные изделия. Даже столовые приборы есть из Шотландии. Участники фестиваля соревновались в танцах и песнях, упражнялись в чтении стихов и демонстрировали национальное театральное искусство. Это как бы подарок наш, населению города, обществу, Дню Благодарности. И, соответственно, то, о чем мы говорим, модернизация общественного сознания, Тухан-Джиэр, сакральная география. Все это находит отражение здесь, на выставке, и творчество наших этносов, и творчество наших студентов. Фестиваль проходит уже пятый год. Как говорят организаторы, через творчество народов, проживающих в Казахстане, Суденческая молодежь приобщается к традициям национальных культур. Марина Золотарева, Василий Савкин, Осета Саинов, Краганда, Хабар, 24. Творческая группа проекта «Казахаро» прибыла в Турцию. В Стамбуле они провели отбор на конкурс красоты среди девушек-этнических казашек. По правилам участницы должны быть не только красивыми, но и обладать высоким интеллектом, а также знать национальные традиции. По словам организаторов, несмотря на высокие требования, желающих попробовать свои силы было немало. Добавлю, что ранее отбор проходил в России, Кыргызстане и Монголии. Финал конкурса пройдет 18 марта в Алматы. В нем примут участие 16 красавиц из нашей страны, а также впервые 6 девушек из казахской диаспоры других государств. Мы давно хотели расширить границы этого проекта, чтобы привлечь девушек не только из нашей страны, но и тех, кто живет за пределами Казахстана. В этом году мы начали этот проект. Нас поддержало агентство Хабар. Выставка в честь 90-летия первого казахского дирижера и народного артиста СССР Шамгона Кашгалеева открылась в Алматы. Его имя неразрывно связано с Казахским государственным академическим оркестром народных инструментов имени Курмангазы. Шамгон Кашгалеев обработал для оркестра более 200 произведений казахских, русских и зарубежных композиторов и написал процедуры 20 кюев. Все его работы в свое время были опубликованы, и теперь они представлены на выставке. К этому событию также был выпущен диск, на котором собраны написанные маэстро-музыкальные произведения конца 60-х годов прошлого столетия. Теперь эту выставку продолжит культурная неделя под названием «Мир Кашгалеева». 26 февраля в Театре оперы и балета имени Абая пройдет наш гала-концерт, на который мы пригласили коллег Шамгона Кашгалеева, его учеников. Так мы хотим выразить свое почтение и восхищение его талантом, высоким профессионализмом. И еще это дань его светлой памяти. Песню великого Абая Кунанбаева «Айтам Салем Каламхас» исполнила американская фольк-группа «Human House». С бесплатным концертом музыканты выступили в семье. Произведения на суд зрителей гости представили вместе со студентами местного музыкального колледжа. Отмечу свой гастрольный тур по Казахстану. Фольк-группа начала с семьи. Далее артисты отправятся с концертами в Алматы и Астану. Эти ребята приехали из штата Теннесси по программе «Американская музыка за рубежом». Мы финансируем музыкантов по всему миру, чтобы делиться своей музыкой, узнать что-то новое в разных культурах и принести это обратно в Америку, использовать это в своей музыке. Напомню, эти и другие новости доступны на сайте 24 Гизета. К данному часу у нас пока все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин